здравствуйте дорогие друзья владимир я решил для вас написать еще одну консультацию и из чего я буду исходить как человек вы мне понравились вы прекрасный энтузиаст мы будем говорить о действиях вот все это видео какие вы будете делать вы выводы это дело ваше но в данном случае это последняя такая консультация потому что она очень дорогого стоит я ее пишу не только для вас а для людей которые пытаются изучить программирование после 40 мы рассмотрим причины почему у вас не получится или почему получится на сегодняшний день у вас ситуация 90 процентов не получится это не мои мысли это мы будем рассматривать действия да и 10 процентов шанс при этом каждое ваше действие программирование либо будет идти в эту сторону и тогда шкала 90 процентов будет уменьшаться либо в эту сторону уменьшаться здесь можно выбрать и среднее нечто например если вы решили что программировать для вас просто это хобби ну пишу программки и здорово просто-напросто чтоб грубо говоря мозг поддерживать в рабочем состоянии немножко напрягать тогда можно и остановиться если мы хотим получить более профессиональное что-то то придется изменить подход вот мы будем об этом говорить себя вас изменить не получится на это шансов нету я не рассматриваю этот даже момент ну что ж поехали сначала начнем сразу с места как в карьер сделала и так полоть я вам говорил что группа это не форум где можно что-то спросить и ребята расскажите ко мне кто-то то 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 здесь такое не практикуется группа для того чтобы показать чему вы научились и получить руководство от меня других участников и так далее все вкалывают второй момент на сегодняшний день то что вы делаете вы идете в эту сторону после того как я вам что сказал вот вам задание по параметрам ваши действия совершенно обратные привет всем участникам ответьте пожалуйста на вопрос я еще о п не проникся в чем отличие этих примеров вы же даже только потом видно допетрили что этот пример он очень коварный на волосе тем не менее давайте разберем во первых ту тему которую я вам дал отвечать должна была привести к этому второй момент до уп вам очень далеко судя по этому примеру второе что можно сделать выводы что программирование у вас сегодня понимание нет по коду нет ничего нет ну что ж дальше смотрим я не зря спросил откуда вот этот код вот эта вещь должна читаться только в одном ключе вы никогда не обращали внимание как программисты говорят когда вот покажи код а дальше ничего смотреть не надо вот если будет профессионал и вы придете и напишите хоть одну строчку вот такого кода своей функции то вас отправят вот вы поняли уже почему да заметьте что я вам сказал вот вам доки я думаю вы открыли и нифига не поняли причем здесь дескрипторы но тем не менее дмитрий этот вопрос тоже заинтересовал мы о нем поговорим он тоже скорее всего открыл и подумал а при чем здесь дескрипторы ну давайте разбираться при чем здесь дескрипторы дмитрий вам отвечает теперь давайте заметим в первой консультации я вам дал код вот эту строку написать то что вы написали является полной чушью в данный момент в данный момент говорить вообще о навыках программирования сегодня не приходится второе если будет такое отношение тоже это все бесполезно просто тогда лучше сделать хобби посмотрите ответ Дмитрия он подошел совершенно серьезно в первом примере ты создал класс с методом во втором конструктором и так далее объяснил то есть даже вплоть дошел до того сколько чего должно быть тогда смотрите в данном случае Дима вырос потому что он был готов к этому а в чем здесь было смысл потому что когда вы написали код который взяли из интернета по этому коду видно что писал этот код недалекий разработчик джава который в принципе очень слабо выучил геттеры сеттеры и он себе подумал буду-ка я писать zset и везде а если мы посмотрим последний пример Дмитрия сейчас разберем дальше то Дмитрий на веру не взял и все проверил вы все правильно говорите если еще при изучении он берет PHP обратите внимание он берет другой язык записывает метод цель которого установить значение теперь когда мы возвращаемся к вашему коду то видим где далее я не буду показывать сообщение чтобы не терять время а может покажу где мы говорим я говорю вам что что set в любых языках программирования применяется только в двух случаях первый в Java например это будет интерфейс в Python это будут множество ну грубо говоря какой-то контейнер второй это смотрим у Дмитрия который уловил смысл что сделать где-то он написал установим как глагол установить быстрый доступ к свойствам давайте попробуем кроме этих двух значений в язык начать с это использовать где мы хотим и у нас получается путаница в отличие от Дмитрия который сейчас действительно понял что set надо использовать только как установить и он это ожидает от себя и от других программистов то он легко читает код для него при первом взгляде все понятно учитывая что вы этого даже не знали и когда вы задаете вопрос а сравните ко мне конструктор с методом да еще с таким методом где вы написали все напутали иными словами в данном случае если такой код вы пишете у себя на курсах то дело плачевно и вы поняли что говорить о каких-то навыках которые надо закладывать а их надо закладывать потому что такие вещи как set надо закладывать сейчас просто так получилось второй момент задание которое я вам дал по параметрам и есть целое видео где я распинался два часа кстати это последнее видео если вы не сделаете вывод я не не значит что я вас упрекаю просто очень много людей которым мне надо помогать и если человек например я вижу что делает ну как вы типа там я буду свое изучать то я за вас только рад но я это воспринимаю что человек идет своим путем у меня к сожалению нет времени вас переубеждать поэтому если хотите работать по моим наставлениям вам дали задание мы дальше поговорим вы его должны сделать с иголочки и то задание которое я вам давал и которое было в том видео часть его будет в этом описании под видео изучай python так после сорока и молодые действительно будут хлопать с глазами я вам сразу скажу до 30 лет очень мало хороших программистов очень мало молодые хотят быстро сразу и все и в конце концов единственное что они делают прекрасно это копируют код все 35 40 лет 25 ну вот 40 лет оптимальный возраст для изучения программирования осознанного теперь смотрите то есть то к чему вы должны были прийти вы решили забежать вперед вперед мальчишка поведение мальчишки я знаю лучше вот тут переходим к тому почему у вас может не получиться смотрите и все будет зависеть теперь только от вас после видео от меня уже ничего не будет зависеть итак владимир мы с вами договорились что как человек вы мне понравились очень понравились просто действительно здоровый энтузиазм такой вот ну класс полной жизни но давайте опираться на факты первый факт который вы сделали вы не услышали я вам сказал сейчас запишите группа это не место скандочка ребят а ну-ка расскажите мне это действительно в нашей группе выглядит довольно глупо почему потому что каждый здесь участник к тому что вам ответили пришел сам и вам было задание прийти если вы его начали делать правильно то вы к этому пришли вы бы рассказали ребят а я вот что понял а уже по вашему коду можно было подсказать а ты не учел первое второе третье но подход в школе Бовсуновского расскажите мне есть куча ресурсов где можно просто спросить и переполнение стека и вам наговорят такой ерунды а мы с вами будем опираться на документацию и исходный код поехали дальше и так на сегодняшний день считайте что у вас осталось восемь процентов и будет уменьшаться ваше поведение оно не ведет вас никуда при этом это не мои слова вы сами убедились я не буду называть курсы на которые вы пошли вы четко осознали что там поток что вы начали писать программу по шаблону иными словами говно код вот и все но почему вы так пишите а как писать правильно вы не знаете я вам не предлагаю учиться у меня учитесь у Рассела джанго википедия он стоит первый это единственный разработчик который шарит в любых частях джанго а это сложный продукт я даю тога потому что это продукт Рассела Кейта Маги но на сегодняшний день он намного проще джанго и код здесь гениальный этому коду кстати возраст 10 лет почему чистота кода величайшая вернем вернемся позже Володь смотрите себя изменить бесполезно у вас не получится последние 20 лет вы принимали решение характер изменить не получится это бесполезно думать вы не можете выбросить из своего характера постоянно принимать решение но что вы можете сделать это поменять угол зрения вот это вам по силам то есть ваше принятие решения останется при вас единственное что надо понимать понимать а где я приму приму решение сейчас вы приняли совершенно неверное решение спросил вот этот вопрос потому что вам было дано задание где объяснено для того чтобы понять это задание я сюда вставлю статью вот дмитрий написал подход к жизни когда вот он начал писать код оно было свежо вот сейчас бы он так уже не написал но я вставлю это да именно с этого начиналось все программирование которое вы начали изучать я сюда вставлю эту ссылочку вы почитаете по сути дела что получилось вы подошли с кондачка а это просто и сразу сели в галошу во первых вот таким методом задавая вопрос чем же оно отличается вам это ничего не даст вы ничего сегодня не знаете я уже сказал что даже вот то имя да вы поняли да что вы написали это было бы недопустимо что говорит уже о том что человек вообще то есть здесь здесь можно понять что вы не знаете что такое дескрипторы и никогда не знали и вряд ли вы не понимаете что такое значится сетеры гетеры здесь тоже понятно вы не знаете что такое атрибуты и все прочее иными словами вы ничего не знаете вы просто тупо копируете код потому что человек который начинает в этом понимать да если ему конечно подскажут что слушай сет всегда должна быть со смыслом написано чтобы когда ты читаешь код ты понимал о чем речь сразу теперь про отношения когда я вам задал задание ответе что это такое в этом ответе нет ничего общего с программированием это обычная чушь не имеющая отношения ни к коду ни к программированию это баловство и это вы на данный момент это ваше решение это то что вас сегодня тянет вот в эту сторону но этот лимит он закончится потому что результата не будет с таким подходом ничего не получится отвечу на частый вопрос время от времени задают ну задают по крайней мере кто то там есть вид но зачастую видно что человек вот как сказать вот культура да есть у него он спрашивает получается Валерий Иванович только вы можете научить а вот не так не так не я не тот человек который не задал вопрос не может научить Владимира дело то в другом мы рассмотрим пример Дмитрия дело в том что Владимир может научить сам себя вопрос в том что если он будет прыгать и узнавать а что это а что то то никакого процесса обучения нет это просто напросто как говорится хобби узнал ну и здорово день прожил неплохо но давайте тогда оставим что оставим оставим как это правильно сказать хотелки на то что мы станем программистами профессионалами здесь оно даже не закладывается десять лет есть такая цифра не моя сейчас статей мало а вот лет пятнадцать назад этот вопрос стоял серьезно как правило мне такая статья попалась тогда но я ее не понял один программист писал потратьте десять лет на то что чтобы изучить десяток языков и так далее так вот Владимир у вас есть выбор первый выбор вы просто напросто тупо прыгаете сегодня одна система завтра вторая послезавтра третья читаете подряд книжки там берете открыли и пошли подряд это один подход второй подход который предлагает школа Бовсуновского это выработать систему работы с кодом которая вам даст расти и вот эти десять лет вложить в шесть восемь месяцев нереально а вот реально смотрим Дмитрия есть Михаил да вот Дмитрий я привожу пример этого парня потому что у него было состояние нужное какое Дмитрий занимался три года а смотрите он изучал gs php читал книги писал код но не мог программировать за шесть месяцев происходит в школе через пять месяцев вот такой уровень потом тормоз с атрибутами и потом как раз тот момент видео когда он начал писать да то есть тот момент на сегодня Дмитрий работает gs php python c sharp c++ то есть язык перестал иметь значение поэтому вот здесь рекомендуется когда вы будете работать а посмотрите как развивались другие ребята почитайте оказывается сколько он чего дел и как занимался а все начиналось вот так вот так начиналось вот тоже его комментарии с группы да валерий все верно вначале вы показали мне функции python java script других языках это то что вы скандочка ваш подход да который вас сразу начал топить а вы даже этого и не поняли а я а что вы думаете пришел дима и вот он круто у него получилось не так не было было немножко по-другому это было вот если честно вот не помню наверно двадцать лета двадцать третьего или двадцать второго наверно двадцать третьего да сейчас а может быть осень ладно это не важно и вот он пишет первый код я сразу сказал кол с минусом что происходит Дмитрий пропадает на полгода как сдуло но тогда был парень один Денис и вот он он пишет вы знаете я в школе был уже грубо говоря ну долю долго много времени и никак не мог въехать вот здесь себе запишите как вы собираетесь использовать школу смотреть уроки урок это первый шаг грубо говоря если вы посмотрели урок вы выполнили два процента для себя задания девяносто восемь ничего не сделали у вас этого сегодня нет но вы точно знаете что надо сделать вы сделали поступок какой расскажите мне завтра вы скажете расскажите но никто отвечать не будет и все иными словами ваша система работы с кодом сегодня а ну-ка расскажите мне я буду писать говно код то я не знаю это не знаю но ничего спрошу а думать кто будет либо вы принимаете решение учиться серьезно либо вы продолжаете делать то что делаете и исчерпываете свой ресурс десять процентов пока у вас четко не будет понятно делаю делаю ни хрена не получается слушайте а что должно получиться владимир с вашего подхода которым вы сейчас занимаетесь я какое вам задание дал чтобы параметры у вас отлетали без задумки чтобы вы их считывали в любом коде а вы что делаете если вы этим серьезно занялись то вот этого вопроса глупого да действительно дурацкого и глупого его б не было потому что вы его пропустили вы приняли решение я знаю лучше и тут бовцыновский бац принимает решение прекрасно у меня и так извините меня до хрена работает поэтому переубеждать вас я не буду я для себя отметил прекрасный человек знает что делать пусть капушится ну нравится ему так пусть капушится понятно что ничего не получится для меня это понятно при нынешнем подходе несерьезность скачки ничего ничего кол с минусом за работу кол с минусом за код кол с минусом за подход все плохо на тех курсах вас просто облабазали за ваш код но код не стоит выеденного яйца вот код все что делать решать вам я делаю что могу так вот дима пропал на полгода потом начал смотрю пишет сообщение дошло оказывается он разобрал эти параметры и пришел к тому что все надо обозвать то что я ему говорил иными словами назвать своими словами как оно называется на самом деле но совершенно не так да вот так если мы назовем то мы ничего не получим и здесь кстати очень прекрасно видно что вы вы изучали программирование как все с наследования я в первую очередь всегда задаю вопрос с чего надо начинать изучать классы вы знаете это не так просто ответить хотя написано в учебнике написано это от и до тогда все станет на места сразу ладно про гнитрия дальше в чем была причина вы посмотрите видео видео сами но на самом деле была причина в том что Дмитрий был готов вот он занимается не получается да приходит и говорит вот я то то написал я ему говорю это плохо все но я ему грубо сказал а жена у меня спрашивает слушай ну вот человек же пришел может скажи ты ему что все что все хорошо я говорю ты знаешь если я ему скажу что у него все хорошо он никогда программистом не станет возможно он сейчас обидится уйдет и потом все таки начнет что то делать я не знал этого но через где то примерно пять месяцев он написал Валерий но ведь это так просто и назвал все элементы кода правильно и до него тогда дошло что я ему говорил что чтение кода это первичная цель вам за чтение кода кол с минусом его нет его нет вообще нет и кстати это множество а не коттедж а дальше посмотрите те видео я дам ссылку и сами сделайте вывод просто Дмитрий принял решение что будет делать потому что первый помню опыт у него я ему сказал а ну-ка давай вали в С плюс плюс потому что когда он написал что такое сельф ссылка а как понять ссылку кроме как понять как устроены указатели в С плюс плюс никак невозможно там там я отправлял его в С в С плюс плюс в джава чтобы он начал понимать что все языки схожи в данный момент все ваши действия которые вы делаете для меня говорят о том что вы принимаете решения сами то есть как я уже сказал что я это рассматриваю что человек прекрасно знает что делать я не задумываюсь правильно это или нет но вопрос в том рекомендации в таком случае я не даю потому что вы их игнорируете а у меня нет времени кому-то чего-то доказывать я работаю только с людьми которые готовы вот как Дмитрий пришел вот не знаю но я готов иди делай то иди делай то вот это плохо это плохо это плохо надо исправить сейчас понятно только так делается работа и когда я говорил про решение то сейчас вам надо работать над системой работы с кодом как вы собираетесь работать чтобы понимать код в том видео которое я вам говорил я показывал его да я сказал что первая задача чтение кода все и дал первое задание вам если вам не с кем поболтать то я скажу что форума очень много где можно говорить тут надо делать все по делу просто старайтесь никого не вносить старайтесь вносить опыт и показать вот у меня получилось вот это ребята у меня получилось вот это и в школа вам даст возможность посмотреть у других ребят я подскажу какой сделать следующий шаг что потянуть на данный момент что хромает но поведение расскажите мне оно недопустимо оно вас ни к чему не приведет просто-напросто это пустая трата времени для вас поэтому разница между школой Бовсуновского и любыми другими курсами заключается в том что человек здесь может наработать свою систему работы с кодом это можно продемонстрировать не отходя от кассы прямо сейчас мы это видели мы вообще разбирали сет python но Дмитрий увидел что я ему сказал что в любых языках программирования сет будет либо каким-то контейнером то есть это может быть интерфейс java это может быть множество python и так далее либо глаголом дальше я объяснил то есть вы это тоже я думаю увидели и я Дмитрию написал это нельзя объяснить это к этому надо вырасти ну так поздравляю Дим вы начали понимать что значит вырабатывать стиль для себя и команды вот у него набирается сельф сет а если посмотреть файл Расселла Кейта Маги то там много таких фишек поэтому программисты и говорят покажи код и уже взглянув на код скажут неа не пойдет либо да это супер пиши так еще раз повторю возможно это будет излишне если взять то что вы спросили ну простительно вам вы не понимаете но самое плохое что вы скопировали плохой код давайте исходить из того хороший код это в продуктах которым больше 10 лет и в документации в интернете говно код или вы думаете вам на курсах дали прекрасный код рабочий да вы к нему не готовы 200 лет если вы не понимаете по каким принципам вы его вообще пишете вам просто дали шаблон чтобы написать код для дураков все это единственно и сказать все супер нет Володь все очень плохо но изменить вы все можете скажите это это трудно запомнить что сет и вы я надеюсь тоже запомнили может применяться только в двух вещах и это будет в любом языке программирования да какая разница между языками на PHP вот так написать или на Python написать тот же самый сет разницы на самом деле никакой не будет а синтаксис не имеет значения углубимся я не зря написал вот так а теперь давайте вот посмотрим да сет понятно что в Java это будет интерфейс где-то я показывал показывал вот сет идет в Django это что делать установить связь с таблицей то есть я четко понимаю здесь мне не надо объяснять что это будет установка связи только осталось разобраться любая большая библиотека будет иметь какую-то вещь есть еще допустим в Python и метод дандера который будет устанавливать атрибут и так далее я еще порекомендовал Диме разобраться с нижним подчеркиванием потому что ну он это я думаю сообразил потому что здесь он в PHP указывает будет указывать конечно же это не для чтения думаю то есть скрытый атрибут ладно поехали дальше сейчас я вам с трех сторон покажу еще провальность того чтобы вашего подхода я вам в одном из сообщений здесь написал Владимир я во многом тоже пишу говно-код но я знаю об этом а вы об этом узнали только сейчас теперь смотрите начнем вот отсюда с DevHackers это проект кроме школы на GitHub где можно сосредоточиться на главных вещах на которых пока ваши прыжки не дают сосредоточиться поэтому запишите пока сейчас сначала рекомендацию я вам рекомендую на 3 недели ничего не делать а просто почитать группу набирая Катю Дмитрия вот как они рассуждают что они делают то есть утрясите мысли не надо скандачка и вы начинаете думать вот прямо после этого урока заходите в проекты находите order learning программин и вы отвечаете на вопрос что такое работа программиста на данный момент вы не готовы на него ответить но я могу точно сказать что работа программиста для вас несерьезные отношения раз пустословие обозвать код все как хотите там оно лишь бы пойдет три иными словами ничего серьезного вот это для вас сегодня работа программистов и скопировать код написать по шаблону к этому не так просто прийти работа программиста это всего две простые вещи это легко доказать вы берете заходите в любой продукт любого языка и читаете всего две вещи исходный код документация больше у программистов ничего не существует потому что программисты общаются посредством комментариев коде все остальное болтовня я не против просмотра переполнения стека я не против чтения статей я не против книг но это все должно быть только после того когда вы четко определились что для вас работа программиста и вы из этого исходите и сейчас ваша морская душа может принять первое решение правильно или люди которые начали заниматься программированием теперь для меня первичным будет исходный код и документация все остальное видео книги они вам помогут но когда у вас начало правильное если вы учитесь на говно коде то и будете писать говно код поэтому учиться надо на настоящем коде только здесь есть то что профессиональное теперь смотрите два важных момента первый важный момент я вам задал вопрос со строки дал файл вот этот и другие ребята могут посмотреть я его тоже сюда включу вниз строка 81 141 до конца класса до строки 141 windows сет самый простой класс запишите потом эти вопросы перес 81 141 я вам задал этот вопрос да я ранее задавал посмотрите переписку строке 81 141 на него вы не ответили пропустили почему почему этот код крутой почему этот код чистый почему его выбрал Рассел Кейт Маги для чего он его выбрал вам хотя бы зайти в документацию посмотреть что это за такое да что это на сегодняшний день я четко понимаю у вас нет критериев вот эти критерии да почему этот код крутой по каким принципам принималось решение его писать это и есть система работы с кодом ее у вас нет вернее она у вас есть но заключается в том чтобы спросить там по быструхе это по быструхе скопировать иными словами баловство не забывайте что каждый день вы сюда идете на данный момент если вас это устраивает то просто надо изменить установку что я занимаюсь программированием для того чтобы поддерживать допустим мозг в рабочем состоянии прекрасная альтернатива для людей допустим старше там 50-60 просто напросто как хобби без требований если вы предъявляете к себе требования стать профессионалом то единственное что вы получите в данном случае это недовольство ваша работа ваш подход никак не вяжется с профессиональным подходом во первых у вас нету критериев по которым пишется код если бы они были вы бы ответили ну и думаете все ребята почему этот код крутой ответ простой если бы вы бывали в документации вы бы ответили и какие принципы я тоже есть видео которое я говорил об этом сейчас не подскажу если я покажу вам эти видео вы посмотрите и поймете а мне наше вы подумали вот над этим вам надо сейчас думать это единственное правильное решение сейчас а потом проследить так чтобы вся ваша работа вкладывалась в рост который будет начинаться с документацией исходного кода например есть Катерина которую ее если на DevHackers зайти на DevHackers зайти на проект текст а на 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 сейчас там смотрите среди большого количества участников сколько людей начали работать с гид и делать свои ветки мало 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 но если зайти вот Риму Катерину да то у нее начали появляться интересные работы по колбекам а колбеки я ей задавал в течение полгода абсолютно та же ситуация входа в язык ведь дело то не в самом колбеке и она разложила тога от обработчика и потом написала что код исходный начинает открываться ведь колбеки дали возможность понять что и другие конструкции языка несут смысловую нагрузку и она ими занялась серьезно это вход потом перешла к атрибутам и так далее Ладно теперь приведу интересный пример и красно мне очень я благодарен этому парню самое интересное с этим парнем я вообще не работал но он мне очень благодарен так получилось смысл в том когда тут я часть писем выложил что мог выложить на самом деле парень очень много времени отдал занимался да а нашел что он не мог никак найти точку сборки и школа ему помогла найти что самое важно понимать документацию исходный код и как только это он нашел у него все на место стало все все получилось и дальше он пишет вот собеседование привожу это тоже самое вот с той же областью что мы брали с да сельф можно там трех четырех словах сказать что это такое он говорит что вот я задаю вопрос что такое сельф и начинает выслушивать десятиминутный ответ человека который начитался там на переполнении стека да вместо того чтобы коротко почитать документации понять что это такое и сказать единственный правильный ответ состоящий из трех слов все больше ничего не надо было сразу стало понятно что человек понимает атрибуты что человек давайте вернемся к вашему коду у вас будет совершенно обратная ситуация я просто хочу вам очень помочь я продолжаю мысль вы заметили что человек понимает атрибуты что человек понимает атрибуты класса атрибуты экземпляра что человек понимает логику классов задав этот вопрос можно говорить обратное вы не знаете что такое классы и не пытаетесь узнать вы не знаете что такое атрибуты вы не знаете с чего начинать ООП но по вашему тому ответу видно что вы идете по классической дурацкой системе которая начинает классы с наследования чему надо уделить действительно две минуты не более вы не понимаете что такое ссылка на экземпляр но вы можете прекрасно представить что такое летающая тарелка по крайней мере ваша фантазия а вот что такое ссылка на экземпляр не в жизни представите для вас это совсем непонятно если вы не представите что такое ссылка на экземпляр я недавно писал видео вы никогда не будете понимать где значение что относится к значению вы никогда не зададитесь вопросом что такое объект из чего он состоит иными словами вы просто напросто занимаетесь ерундой но что вы можете прекрасно сделать ведь обходится большое количество программистов так и после универов да копировать код если вас это не устраивает значит надо работать над системой работы с кодом первый вопрос я вам сказал разберитесь что такое работа программиста для вас на данный момент работа программиста мы с вами видим да совсем не то что мне бы хотелось видеть на данный момент вы все делаете к тому чтобы вот эти 10% превратили скоро в 5 потом в 4 потом в 3 вы скажете наверное у меня возраст не тот а может быть у вас подход не тот а может быть вы просто не можете правильно применить здесь свой навык который у вас прекрасно развит принятие решения взять стиснуть зубы и сказать да я сегодня параметры от и до что я буду их считывать в любом коде независимо от языка вот это было бы да я бы сказал да Володь вот это здорово пошли дальше а сегодня одно какое-то ерундовство не знаю есть такого слова нет но мне на самом деле жал жаль HAVE времени а свое при таком раскладе извините я на дурость не отдаю дальше пошли На самом деле не только Дмитрий, даже некоторые ещё пытаются шутить. У нас есть Михаил. Вы знаете, вот то, что вы пишете программы, да, вашу написали, программу на курсах. Так, Михаил пока разбирался с вопросом, что общего между классами, методами, экземплярами, там код в раз 10 посложнее вашего, да. Но я ему сказал, это говнокод. Это говнокод, потому что в нём нет смысла. У тебя стоит простой вопрос, и у вас этот вопрос будет стоять. У вас будет потом, сегодня вы не готовы, сегодня вы только готовы что, пыль пускать. Вам кажется легко, а ничего сегодня у вас не получается. Потому что это нелегко, это труд. Стать программистом может абсолютно каждый человек. При этом я скажу, что каждый человек, даже ребёнок первого класса, прекрасно разбирается в программировании. Я же вам рассказал в том видео первом. Вы не услышали. Краем уха послушали, вы всё знаете. Вперёд. Израсходуйте свои 10%. Приходите. Всё, Бовсыновский. Я готов. Я скажу, вот теперь тогда давай работать. Только работать по-серьёзному. Сегодня даже вы не можете, если почитаете, ответить на другие вопросы, ими не надо. Вы до них не доросли. И можете никогда не дорасти, если не примете правильное решение. А вот это вопрос простой. Как вы изучаете язык? По порядку? Я всё эти вопросы в том видео осветил. Так вот, я хочу сказать, что Миша, когда отвечал на этот вопрос с четвёртой попытки, он никого не смотрел. Он столько кода исписал. И довольно крутой код, да? Там третий, четвёртый курс универа уровень. Зачем он это всё делал? А потому что тогда будет понятно, как изучать то язык программирования. И даже ребята некоторые подтрунивают. Михаил, если вас удерживают в школе силой, вы маякните. Ну, ребят, конечно, шутка хорошая, я оценил. Но вот давайте посмеёмся, когда Миша будет писать хорошие программы, вы будете говорить, ну да, им повезло. Вот Диме своей торнадо повезло пишет. Вот он умный, да? Пишет на пяти языках. То, что он там в аут ушёл на пять месяцев. Ничего страшного? Да нет, ребят. Сейчас я бы хотел, чтобы вы записали две фразы, которые есть на главной странице. Подход имеет значение. И порядок имеет значение. Две вещи имеют значение. На сегодняшний день ваш подход заключается в том, что ни вы не знаете, ни я не знаю. Подход называется хрен знает что. Ерунда. А ну-ка расскажите мне, как там чего. А когда мы с вами копнули про сельф, оказывается, и то, и это не знаем, и ссылки на объект. Да вы слов таких уже не знаете, забыли всё. Вот видите. Поэтому первая задача поменять подход. Изменение подхода для вас в данном случае, это и есть задание, которое я вам дал. И добавляем сюда, что такое работа программиста. Всё. Дальше для вас даже делать нечего. Вы ещё здесь салага. Вы ничего не знаете. Потому что чтение кода для вас самое главное. Да, вы можете говорить, да я всё знаю, так. А мне говорить не надо. Ваш вопрос говорит сам за себя. Расскажите-ка мне, что это такое. Смешно. Да не смешно. Идём дальше. Да. Обратите внимание. Вот алгоритм, который я рекомендую. Посмотреть то видео, в котором задание, и вернуться к нему, если хотите. Посмотрите это видео и подумать, что действительно, а в чём заключается моя система работы в кода, с кодом. В чём заключается работа программиста для меня. В чём вот для ребят, которые работают в школе. Ведь мне часто пишут с разных курсов. Вы знаете, а мы не умеем так код читать. Нас не учат. Нас вообще не учат документацию ходить. Прекрасно. Значит, для вас работа программиста, это скопировать код. Значит, если мы учимся копировать код, то а чему мы должны научиться тогда ещё, кроме того, как копировать код? Да ничему мы не научимся. Вот мы и научимся копировать код и повторить то, что мы сделали. Я надеюсь, что это понятно. Следующий момент. Задание дал. Выбрать индивидуальное обучение. Самый лучший метод в вашем случае. Я не добавил. Самый лучший метод в вашем случае это недорогой метод. Это метод движения вверх. Индивидуальное обучение, которое сейчас, допустим, по скидке 5000 рублей в месяц. Иными словами, потому что период две недели тот период, за который вопрос можно отладить от и до. Я сейчас внесу изменения. Он для вас может быть бесплатным. Если вы приводите друга, да? Друга, там, товарища. Тут не стоит вопрос партнёрки. Мне случайные люди не надо, которые пришли. Если у вас есть знакомые, да, которые хотят заниматься, то и знакомый оплачивает 15000, то есть получает доступ ко всему, к DevHackers. То и он, и вы получаете индивидуальное обучение месяц бесплатно. Шесть знакомых, шесть месяцев. Можете учиться вместе. Результат будет, если вы заинтересованы. Это будет работать только для рекомендаций. Ну, вот сейчас надо следить. Следите, это внесут. Если будет работать, то буду оставлять. Не будет, то не буду. Наберётся людей повышен, цену больше. Тут всё дело такое. Я смотрю по времени. Следующий момент. Слушайте, вот эту ситуацию переломить довольно сложно, но возможно. Возможно только в том случае, если вы примете решение заниматься системой работы с кодом. Потренироваться можно прямо сейчас. Вам и кто смотрит это видео, другим ребятам. Попытаться найти пояснение. Посмотреть, да, может кто-то вообще это будет первый раз делать в своей жизни. И ответить, почему этот простой код является крутым. На какие принципы он опирается. Почему Рассел Кейт Маги написал именно так. Этому коду 10 тысяч лет. На самом деле, 10 лет примерно. Да, с 2013 началась эта библиотека. Он постоянно меняется. И становится чище, и лучше, и круче. То есть, код, который вы здесь будете видеть в этой библиотеке, над ним идёт работа не один год. И он упрощается. Вообще, на код Рассела, когда смотришь, такое ощущение, что он, понимаете, для детей, как будто бы пишет. У него всё на своих местах, поэтому всё прекрасно, всё понятно, и всё очень просто. Но, допустим, если взять его код Джанго, там он посложнее. Здесь тоже, на самом деле, очень много сложных вещей. Но вот этот код, он может быть понятен абсолютно любому человеку. И я бы вам, Владимир, сейчас порекомендовал подумать над этими вопросами. И на самом деле, то большинство даже не будет понимать, то с чего начать. Это будет говорить о том, что никакой системы работы с кодом у вас нет. Вернее, она есть, но она не отвечает тем требованиям, которым должна отвечать. Она не делает то, что должна делать, чтобы вы росли каждый день. Вот вы сейчас выждете, я сказал вам, три недели отдохнуть, да, почитать. А потом рост должен заключаться в том, что вы растёте каждую неделю. Вот как Миша делает, я вижу, как он растёт. А не так, что я буду программировать, напишу вот программу, которую вы там пишете. Вы что думаете, Дима не присылал эти программы? Ну, помню, прислал там по Кинтер, наверное, программу. Я ему сказал, ну, что это за ерунда? Такой тебе и дурак напишет по шаблону. Ты напиши что-то стоящее, вопрос, по каким принципам ты собираешься писать? И эта программа должна быть с чем-то, посмотри, вон, исключения, какие, что, когда проверяется, почему это проверяется, на каких принципах. Много вопросов возникает. Вопрос в том, что этих вопросов у вас сегодня просто нет. Потому что они даже не предусматривались. Если вы сможете изменить подход и изменить порядок, это единственное, что имеет значение. Изменить подход мы говорили целое видео, а изменить порядок, начать с того, что я вам дал. Потому что порядок, если неверный, то ничего не получится. По одной простой причине. Абсолютно то же самое, когда мы что-то собираемся сделать, например, полететь куда-то на самолете. Мы не можем сначала прилететь, а потом только полететь. Именно так устроено обучение программированию, начинаемых с типов данных. Это то, наоборот, к чему мы должны прийти. Я, в принципе, рассказывал в видео, которое я вам показывал. Вот в этом все видео, это я показывал. Кстати, обратите внимание, интерес есть. Больше тысячи просмотров, то есть помощь вам помогла многим людям. И не забывайте, что сейчас вы будете работать с группой. Посмотрите, сколько чего. Пусть ваше описание, чтение кода выйдет хотя бы на этот уровень, то, что было у Дмитрия месяцев семь назад, да, сейчас намного круче. Это на тот момент. хотя бы на это. Первая ваша цель на сегодняшний день, то, что я дал, это чтение кода. Никогда не будет написания кода, пока не будет чтения. Ну, а как это все сделать? Я буду давать в заданиях, если захотите. Все на этом. Для новых людей с пбт или тут.ру в описании будет первое видео, можно посмотреть второе. Будут ли еще видео о работе Владимира, это зависит от Владимира. на этом я заканчиваю, так как пока я для себя считаю, что Владимир будет заниматься по своему плану. Если он решит, что ему нужно действительно изменить подход и изменить порядок изучения, тогда будем, конечно, говорить о результатах. Все навыки есть, у него единственное, надо поменять подход и порядок. И абсолютно многим людям этого именно не хватает. Спасибо за доверие. Все получится.